26-летняя Яна Сивьян в последнее время проживала в Рудном, работала продавцом в одном из магазинов. Из-за проблем с жильем троих детей она отправила жить в деревню к матери покойного первого мужа. Сама же снимала квартиру с сожителем Юрием Теном. В суде сама молодая женщина рассказала о событиях ночи с 8 на 9 марта. В праздничный день ее в гости позвала подруга, о чем Яна по телефону сказала своему мужчине. Она говорит, я тебя встречу на магазине, моя семья, зайдем до Кузиных, они-то все болеют в похмелье. Вот, опухлили мы их и потом поедем. Он встретил меня с Малевым, мы пошли в магазин на Гагарина улицу, купили две бутылки водки и две банки пива. В однокомнатной квартире, куда пришли Сивьян, Тен и Малевин, уже находились ее владельцы. Мать и сын Кузины, брат хозяйки Водопьянов и гражданка Брежнева. Яна пила пиво, остальные водку, которая быстро закончилась, и Тен выпросил у Сивьян 2000, чтобы купить еще три бутылки. Посиделки затянулись. Около двух часов старшие Кузина и Брежнева тут же легли спать. Яна пила пиво, мужчины продолжили пить. Начали лягаться Кузин с Уиктеном между собой. Стала эта тайна. Стала их успокаивать, взялся за нож, стал вот там. Они их разняли, забывали ножку. И у них думала, кто за Брежнева, мать. Ну, я бы думала, что она забрала нож, значит, она его спрячет, естественно, когда-то у нас с ума с ним упрямляет. Все, легла, они еще выпили, легла спать. После очередного возлияния сидел, уснул и спутник Яны. Александр Кузин начал упроваживать гостей и выключил свет. Сивьян просил его подождать до того, как в себя придет Тен, но просьба разозлила мужчину. Не помогли и попытки Малеева успокоить его. Девушке удалось оттолкнуть мужчину и забрать у него нож, но он продолжил нападать. И тогда Яна, как она говорит рефлекторно, ударила его ножом, сколько раз она не помнит. Но Кузин продолжил нападение, и Сивьян втолкнул его в кухню и вновь нанесла удары ножом. Присутствовавший при нападении на нее Малеев из кухни исчез. Я видела водопьянов на кухню, ничего не говорила, он состоит, курит. В этот момент Кузин уже упал, я бросила ножик в мусорное ведро, пошла помыть руки. Водопьянов переступил, пережил, ну не знаю что, в общем он прошел в зал, лег на кровать. Я оделась, разбудила и люктеном, и мы ушли домой. Потом приехала полиция. По словам девушки, она сама не поняла, что совершила. Как позже выяснилось, Кузину она нанесла пять ранений, два в грудь и три в живот. Он умер почти сразу, но его домочадцы и гости обнаружили это только когда проснулись. Подсудимая заявила суду, что иск не раскаивается в содеянном. Вину она признала полностью. Алексей Кудрявцев, Виталий Луговской, РТН. Мужчина.